Уважаемые жители города Десногорска, по состоянию на 21 мая 2020 года у граждан, проживающих на территории города и работающих в организациях, обслуживаемых ФМБА России, зарегистрировано 51 случай новой коронавирусной инфекции. Это данные Роспотребнадзора Смоленской области. В настоящее время на исследовании еще находятся в лабораториях несколько десятков анализов, результаты которых мы ожидаем в ближайшее время. В настоящее время выздоровело 19 человек, троих человек, к сожалению, спасти не удалось. Переведены в КБ города Москвы 7 человек, в клиническую больницу Смоленска двое. В середине марта на медицинском наблюдении находилось 1122 человека. Это граждане, вернувшиеся на территорию города из-за границы, из других городов Российской Федерации, а также контактные с положительными или заболевшими людьми. Снято с карантинного наблюдения 895 человек. С подозрением на новую коронавирусную инфекцию, пневмонию ОРВИ, с начала апреля в медико-санитарную часть было госпитализировано 145 человек. В настоящий момент в инфекционных отделениях МСЧ-135 находится 47 человек. Это больные пневмонией, с подозрением на ковид и прочими инфекционными заболеваниями. Всего взято Московск за время наблюдения 2245. У работников Смоленской атомной станции 1706. Анализы направляются в три лаборатории города Смоленска и в две лаборатории города Москвы. Несколько слов хотелось бы сказать по поводу стимулирующих выплат медицинским работникам. Эта информация получена из экономического управления в медико-санитарной части 135. Распоряжением правительства РФ от 3 апреля 2020 года номер 860 ФМБА России выделено из резервного фонда правительства РФ 321 млн. рублей. Указанные средства в полном объеме направлены подведомственным медицинским организациям ФМБА России. Средства поступили на лицевой счет учреждения Управления Федерального казначейства по Смоленской области 24 апреля 2020 года. Надбавки стимулирующего характера медицинскому персоналу начислены и выплачены в составе заработной платы за апрель по сроку заработной платы. Дата начала установления выплат 31 марта для инфекционного отделения стационара, 13 апреля для инфекционного отделения для лечения пациентов с COVID-19, 16 марта 2020 года для персонала отделения скорой медицинской помощи, поликлиники для взрослых и детской поликлиники. Выплаты стимулирующего характера за выполнение особо важных работ медицинским работникам медицинских организаций ФМБА России, оказывающих медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция. Распоряжением правительства 1006 ФМБА России выделено из резервного фонда 284 млн. рублей. Указанные средства также распределены по медицинским организациям ФМБА России. И 20 мая, то есть вчера, ФМБА России подготовлено дополнительное соглашение к соглашению номер 388, которое в тот же день было подписано руководителем МСЧ-135. В настоящее время оно находится на подписи ФМБА. Это так называемые президентские доплаты. Они будут выплачены, как только поступят эти деньги в бухгалтерию медико-санитарной части. В заключении хотелось бы сказать, что в связи с похолоданием отмечаются в последние дни очень высокий рост заболевания пневмонии среди жителей города. Хотелось бы обратиться к людям, к жителям города, внимательно относиться к своему здоровью и в холодное время стараться не подвергать свое здоровье опасности. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова